В Казаларде прошел необычный конкурс. Там выбирали лучшие саукеле, самую дорогую и роскошную часть убранства казахских невест. Символ новой семейной жизни и напоминание о девичьей. Свои работы привезли десятки мастеров. Райхан Тажбаева подробнее. Меха, кожа, сукно и стеклянные бусы. Немного фантазии и из этих традиционных материалов можно сотворить настоящий шедевр, говорит Динара. Профессиональный дизайнер представил на конкурс 11 головных уборов. На их изготовление мастер потратил несколько месяцев. Мне нравится заниматься рукоделием, создавать красивые вещи. Хочется сделать лучше, больше. Это захватывает. И здесь на конкурсе чувствуется творческий азарт. В каждом саукеле индивидуальное видение автора. Старину изготовления саукеле доверяли самым искусным мастерам. Создание одного занимало почти год и стоило заказчику порядка 100 отменных скакунов. Работы нынешних мастеров ничем не уступают. 267 саукелей и все разные. По буйству красок и идеи они могут дать фору любому модному показу. Казахские девушки по своей природе скромные, застенчивые и стеснительные. Поэтому один из обязательных атрибутов саукеле – бетманшак. Он прикрывает верхнюю часть лица невесты от посторонних взглядов. Выбрать победителя было непросто. Тем не менее признан творческий коллектив районного дома школьников. Наряду с лучшим саукеле в этот же день жалагашцы выбирали самую лучшую невестку. Молодым конкурсанткам предстояло продемонстрировать знания национальных традиций и обрядов, умение ладить со звекровью и детьми. Многим молодым мамам есть чему поучиться, к примеру, как ухаживать за младенцами и преодолевать трудности. У каждого народа, наряду со всеми обычаями и традициями, есть приметы, которые мудрецы собирали веками. Их знания тоже сила. Главная цель этих конкурсов – сохранение национальных традиций, укрепление семейных ценностей. Хотелось подчеркнуть роль матери в воспитании детей, женщины в обществе. Лучших традиций в степи всегда было и остается уважение к заветам предков и бережное отношение к национальным обычаям. У казахов их много, неприемлемые уходят в прошлое. Яркие и мудрые помогают жить и обретают новый смысл. Райхан Тажбаева, Альхайдар Турлханов, Казардинская область.